Хотелось бы провести один диспут великого ученого, имама Мадхаба Шафи'истского Мадхаба Мухаммад Бенедриса Шафи'и в своей книге «Ар-Рисаля», когда он вернулся с Египты. С Египта у него был диспут с одним из тех людей, который говорил «достаточно нам сунны». И привел этот человек четыре долиля. Почему достаточно нам Кур'ана, не нужна нам сунна? И привел четыре доказательства, почему нам достаточно Кур'ана без сунны. Первое, что он сказал, Аллах Субхану Аталья в Кур'ане сказал Мы тебе не спаслали Кур'ан, Мухаммад, как разъяснением для всего. То есть Аллах Субхану Аталья сказал, что Кур'ан, он разъясняет все, поэтому для чего нужна сунна. Второе, что он сказал имаму Шафи'и, обращаясь к шейху Мухаммаду Бенедриса Шафи'и Поистине, Аллах Субхану Аталья сказал в Кур'ане Поистине, мы тебе не спасали зикр, и мы будем его оберегать. Почему Аллах не сказал, мы тебе не спасали зикр и сунну? Почему он сказал только зикр? Значит, достаточно только Кур'ана. А зикр, значит, не будет оберегаться. То есть сунна не будет оберегаться. Третье, он сказал то, что Абу Бакр, рода Аллаху Аньху, при своей жизни сжег 500 хадисов. Если бы это было так важно, хадисы, он бы не сжег бы эти хадисы. И четвертое, он привел хадис и сказал, поистине, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал Посланник Аллаха сказал, я говорю халаль только на то, что говорит Аллах в Кур'ане, и говорю харам только на то, что Аллах говорит харам в Кур'ане. То есть пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, он сам же говорит, я говорю только халаль на то, что Аллах в Кур'ане, значит, достаточно Кур'ана. И имам Аш-Шафии, рахмал Аллах, ответил ему, говоря, что этот человек потом встал на Гедая, обрел прямой путь Сунны, ответил ему на первый его довод. Ты сказал то, что Аллах, субханалу а-та'аля, сказал, мы тебе не спасали Коран, как разъяснением для всего. А сейчас ты рядом со мной молился. Мы с тобой читали молитву Зухр. Ты прочитал со мной четыре раки'ата. Ты сделал вначале поясной поклон, потом встал с поясного поклона, потом пошел на земной поклон, потом встал, потом сидел на тачахуде, потом дал салям. Где ты найдешь это в Коране? Ты это взял, сам же взял это из Сунны. Поэтому где Аллах, субханалу а-та'аля, говорит, разъясняет все это в общем, ахаз, именно тонкости разъясняет Сунна. Второе, где ты говоришь, что Аллах, субханалу а-та'аля, сказал в Коране, мы тебе не спасали Зикр, как разъяснением для всего. Ты сам же отвечаешь тут, то, что Аллах, субханалу а-та'аля, сказал в Коране, мы тебе не спасали Коран, как разъяснением для всего. Мы не спасали зикр, и мы будем его оберегать до сутного дня Аллах сказал именно слово зикр, не сказал Куран А зикр, все ученые, муфасиры говорят, туда входит Куран и сунна Потому что мы поняли, что сунна такое же откровение от Аллаха Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, ни одного слова от себя не сказал Поэтому зикр, где упомянут в Куране, это не только Куран, а это Куран и сунна Третье, почему Абу-Вакар, радлаллаху альху, сжег 500 хадисов? Абу-Вакар, радлаллаху альху, все хадисы знал наизусть И все сахабы знали наизусть эти хадисы Но трепет Абу-Вакар, радлаллаху альху, отринчался от других сахабов Когда пришел к нему Умар ибн Хаттаб и сказал Давай соберем Куран в одну книгу На столе сказал, я Умар, если бы ты мне пришел бы с предложением разобрать гору Ухуд по камушку И обратно мне ее собрать, это было бы легче для моего сердца, чем собрать Куран То есть такую ответственность чувствовал Абу-Вакар, радлаллаху альху Несмотря на это, он все эти хадисы знал И те, кто сахабы были рядом, знали эти хадисы Поэтому он боялся, у него был такой стрях-трепет, что-то Вдруг он добавил в хадис, если он поспешил или по ошибке и так далее И четвертое, на что он ему ответил, сказал Ты привел сейчас хадис Ты же сам уже сейчас сунну привел И сказал слова пророка Мухаммада, саламу алейху ассалям То, что пророк Мухаммад, саламу алейху ассалям, сказал Я говорю халаль на то, что говорит Аллах в Куране Халал и говорю харам на то, что Аллах запрещает в Куране И говорит харам Ты же сейчас сам мне довод принес в качестве хадисов Пророка Мухаммада, саламу алейху алейху ассалям Почему бы тебя не заследовать за посланником Аллаха, саламу алейху ассалям Раджуль таб Вальтизам и сунна Человек попросил Аллаха таба И встал на путь посланника Аллаха, саламу алейху ассалям Поэтому, урожаем братья Что бы мне хотелось сказать Хотят того враги ислама или нет? Хотят те люди, которые хотят стереть сунну пророка Мухаммада, или обвинить сахабов, как некоторые из тех людей, которые не берут сунну. Те, кто делает такфир сахабам, кроме шестерых, которые обзывают нашу маму Аиша, те, которые говорят, нам не узнать сунна, которые проклинают Бухари и так далее. Хотят они того или нет, она будет сохранена до судного дня. Сунна чистая нашего пророка Мухаммада до судного дня. Ведь, Субхану ва Та'ля, сказал, И чтобы нам с вами не сбиться, мы не должны много философствовать в вопросе шариата. Философствуйте в вопросе создания небес, земли, облака, небеса. Размышляйте, но здесь уже все узаконено. Тот аят, который Аллах, Субхану, не спослал, будучи пророком Мухаммадом, на прощальном хадже, на Арасате, сегодня я вашу религию усовершенствовал. Она полная. Поэтому тот человек, который что-то хочет добавить туда, не нужно добавлять. Она полная наша религия. Она узаконена наш шариат. И удовольствуюсь для вас религией ислам. Просим Аллаха, Субхану ва Та'ля, как нас собрал на Куране, на Сунне, так же, чтобы нас в вечности собрал вместе с пророком Мухаммадом, весь посланник Аллаха, Субхану, рассказал, мои братья, по которым я соскучился, те, которые уверовали в меня, последовали за мной, не увидев меня. Дай Аллах нам до судного дня, до последнего вздоха нам и нашим детям следовать Курану и Сунне пророка Мухаммада.